Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, Мэдисон Сквергарден, легендарная арена. И к рингу идёт чемпион мира по версии ВБО, Всемирной боксёрской организации Султан Ибрагимов. Султан Ибрагимов. Султан Ленокс Льюис и Иван Дархалифилд встретились как раз для этой цели. И вот сегодня Султан Ибрагимов. Россия против Владимира Кличко. Обладатели титула чемпиона мира по версии АБФ и АБИО. Султан Ибрагимов не потерпел ещё ни одного поражения. Владимир Кличко. Его очередь выходить в нори. Карьера Владимира Кличко, его вообще статус сейчас никто не оспаривает. Более того, некоторые специалисты относятся к Кличко как к лидеру в этом супертяжёлом дивизионе. Кто-то написал даже, что есть Кличко и все остальные. Этого мнения придерживаются очень многие. В том числе и букмекер. Он явный фаворит перед этим бой. Все, кроме Ибрагимова. И, конечно, тех, кто болеет за Султана. Интрига этого боя не только в том, что встречаются бойцы с происхождением из бывшего Советского Союза. Вы посмотрите, что происходит в этой весовой категории. Володя Кличко, чемпион по версии IBF и IBO. Султан Ибрагимов по версии WBO. Олег Маскаев по версии WBC. И Руслан Чигаев по WBA. То есть захвачены все титулы. Итак, красный угол. Девяносто девять килограмм. Триста тридцать грамм. Напоминаю, что восемьдесят восемьдесят метров рост. Султана Ибрагимова. Двадцать две победы. Ноль поражений. Восемнадцать побед нокаутом. Руслан Чигаев по версии WBO. Султан Ибрагимов. Ибрагимов. Наконец-то Майк научился правильно ударение в фамилии Ибрагимова ставить. 107 килограмм. 950 килограмм. Владимир Кличко. Владимир Кличко. Огромный интерес к этому бою. И самое интересное, это то, что все знают, ни для кого не тайно, какой тактики будут придерживаться бойцы в этом бою. Тактика определяется, конечно, их физическими параметрами и психологическим настроем. И, в общем, все будет зависеть от того, как план на игру, что называется, будет воплощен в жизнь. Ибрагимов, боец быстрый, подвижный. Кроме того, Джефф Мейвезерш, не знаю, то ли хвастал, то ли просто констатировал факт, что он научил Ибрагимова действовать в отрыве и в сближении, действовать туловищем. В общем, привил ему кое-какие качества бойца, который вступает в росте. А Кличко, понятное дело, что он будет делать. Он будет теснить противника, он будет отсекать его от свободного пространства, используя свой джеб. А джеб у него удар левый, длинный, очень увесистый, очень жесткий. Многие считают, что это вообще лучший джеб в дивизионе. Султану, конечно, самое важное, обойти в свою дистанцию, но также очень важно и выйти из нее, быстро. Ясное дело, что Кличко обладает серьезным, весьма серьезным ударом. Но и Султан может ударить. Кроме того, тут сделана ставка на скорость. Чем быстрее будет действовать Ибрагимов, тем больше у него шансов провести свои комбинации. Ну, у Владимира Кличко как будто бы были проблемы всегда с левшем. Помните его поражение от Хури Сандо. Это была большая неожиданность. Первый бой с Крисом Бёрдом тоже. Но потом он очень легко разобрался с Крисом Бёрдом. Но Крис, в отличие от Ибрагимова, боец, который, в общем, не очень здорово хотел двигаться. Он в основном действовал в защите. И в него было невероятно сложно попасть. Но Крис всегда был без ударов. А здесь постоянная опасность есть пропустить удар Владимиру. Потому что даже его тренер Эммануэль Стюарт считал, что Ибрагимов для Кличко гораздо опаснее, чем, допустим, в прошлом бою Халифелл был против Ленокса Льюиса. Что тут можно ожидать? Сами понимаете, огромное количество доморощенных стратегов, а также специалистов, там, в Америке, уже явно представляет ход боя. Боксеры этого не знают, но за них уже все решено. Очень многие предсказывают, что если Владимиру Кличко удастся в поздние раунды перевести бой, если, при одном, конечно, условии, если он сможет доставать, он может измотать противника, потому что удары у него, конечно, тяжелые, весистые. Но я абсолютно уверен в том, что это будет чисто тактическая игра, весь бой. Никто не будет сильно рисковать в этом бою. Не будет рисковать все, не только потому, что ставки слишком высоки, потому что ни тому, ни другому не выгодно идти в размин. Цена удара слишком высока. Левую руку немножко, немножко передержал. В Италии в штабе Владимира, как всегда, они меняются в углу, поочередно. Я имею в виду, в зависимости от того, кто на ринге, то Володя секундант, Виталий, то наоборот. Кличко сбивает левой рукой попытки Султана дотянуться. Какая задача стоит перед Кличко? Стеснить противника. В принципе, он как будто бы этого добился. Но результата пока что нет. Кличко может достать левый. А у него, как я уже говорил, очень жесткий, тяжелый джеб. В этот джеб может трансформироваться по ходу дела в очень неприятный левый крюк. От него уже пострадало немало народу. Но самое главное, чего следует опасаться Султану, это вот правой руки Кличко. Многие очень быстро как бы стали на сторону Кличко перед этим боем, потому что вспоминали, что у них был один и тот же противник. Султан Ибрагимов в бою против Рея Остина провел в общем много раундов. Более того, даже говорят, оказался в нокдауне. и в общем свел бой в ничью. В то время как Кличко это в основном разобрал на части в течение буквально дебюта. Но судить по таким эпизодам, конечно, это в общем нелепо, потому что мы знаем, какие бывают варианты, какие неожиданности в ринг. Особенно в бою тяжеловеса. Публиканев в нетерпении. Когда же дойдет до дела? Дойдет до дела только тогда, когда боксеры этого захотят. До сих пор Кличко пока что еще ни разу не выстрелил справа. Султан пытается пробить по нижнему этажу, что называется. Недовольный. Публика недовольный. тут идет сейчас взаимная игра на нервы. Конечно, Кличко в полной мере использует свое превосходство в росте, в длине рук, и ничего не остается Султану, как обострять. Каждый здорово готовился к этому бою. Каждый прекрасно понимал, что его статус лидера, что называется, особенно это касается Владимира Кличко, сейчас подвергается большому сомнению. обмитный бой это всегда такой вызов, который в общем часто меняет судьбу спортсмена коренным образом. Либо-либо. Это не просто ординарный бой. Или даже защита титула. Много было чего сказано, много предсказаний, особенно отличалась команда Еврагимова о том, что Еврагимов нокаутирует Кличко, никаких сомнений нет. Я вот часто задаю себе вопрос, вот такие вызовы, что попадает Владимир Джебов со стороны людей, которые сами на ринг не выйдут, но предсказывают. что это? Ненавижу это словечко пиар, но пиар ли это? Или это убежденность, внутренняя убежденность? Всегда было для меня загадкой, как можно быть убежденным в чем-то, когда встречаются тяжеловесы в ринге. ударная мощь настолько высока тут. Пожарче становится в ринге, хотя в общем по-прежнему идет игра. методично. Достаточно однообразно действует Кличко, но в общем пока что не подпустил ни разу к себе противника. Он Лика опять недовольный. Твой план в жизни успешнее, вот от этого все будет зависеть. и не важно как вам относится публика. Комбинация да, вот то, что добивался Султан Ибрагимов. Прорваться в эту дистанцию, где можно выстрелить серию ударов. Владимир никогда не отличался склонностью такой многоударной работы. он знает его задача донести свой правый до цены. Но с другой стороны против такого быстрого увертливого левши, как Ибрагимов, который сам может выстрелить прямо скажем, это задача очень сложная достать. не знаю. На самом-то деле, конечно, Кличко действует против Ибрагимова так же, как и против остальных боксеров. А это, мне кажется, не совсем верно. Потому что в бою против левши мы с вами знаем эту комбинацию, которая приносит успех. Нужно начинать справа и заканчивать справа. Долго-долго выцеливает Владимир. Но он всегда отличался такой, знаете, неторопливостью. Пока что Кличко действует с безопасного расстояния. Задача, которую, видно, перед ним ставил Эммануэль Стюарт отсечь от свободного пространства Ибрагима. В общем-то, ему удается пока что выполнить. И снова четвертый раунд заканчивается пока что без особого результата. подклечет. И каждое время, когда он потеряет так, это, пойдет прямо к Не дадим возможность сделать. После верти, вы потеряет его, и перетягиваем. Эммануэль Стюарт говорит, вот теперь надо подключать правую, говорит он, Кличко, каждый раз, когда он бросает в атаку слева, ты оттягиваешься и тут же нужно возвращаться с правого удара. Чуть-чуть пережидаешь и правую, где-то попадаешь левой, с двойной, с правой, хорошо пойдем. Ну а мы голос Виталия слышали сейчас. Султану никак нельзя пропускать, конечно, этот правый. Очень быстрый и тяжеловес Султан Абрагин. Отличная у него скорость, он достаточно жесткий. Вот, у него прекрасные нервы. В принципе, наверное, он один из очень немногих бойцов, которые абсолютно не боятся Кличко. Да, единственное, что, не знаю, что там говорят Султану в углу, но, в общем, конечно, комбинации должны быть многоударные. А, одиночными ударами Кличко не пробить. Намеренно Кличко сбивает правую руку Абрагима. Сбивает ее вниз. И очень экономит удар справа Владимир. Разыгрывает, что называется, доверно. Несмотря на то, что Мэй Везер говорил о том, как он здорово научил Султана Абрагимова действовать туловищем, раскачиваться, уходить из стороны в сторону. Но пока что Султан этого не делал. А надо бы. Потому что то, чего добивается Кличко, это поставить противника перед собой. Поставить на длину своего удара. И, в общем, оттуда можно спокойно расстреливать. Конец раунда. Не знаю. Почитал я тут всякие предсказания. Я уже говорил вам о том, что тут очень много оракулов. Дождемся седьмого раунда. Большинство этих самых предсказателей говорят, что все должно кончиться где-то в седьмом-восьмом раунде. Вот слева Джефф Мэй Везер, тренер Султана Абрагимова, который не скрывает, что этот бой и победа Абрагимова выведут его на свет. Он немножко завидует своим братьям. Про них все говорят. Хотя должен заметить, что они-то говорят о себе еще больше. А, в общем, Абрагимову ничего не остается, кроме как действовать энергичней, решительней и чаще. Самое главное, чаще. Потому что, в принципе, то, что он делал до сих пор, конечно, не шло ему на пользу. Долго-долго выцеливает Владимир. Конечно, публика не такого будет ждать. Но напряжение слишком велико. Здесь, конечно, чтобы поменять ситуацию, кто-то должен, кто-то из этих двоих должен предложить какую-то загадку, сделать что-то неожиданное. Поставить противника в тупик. А, в общем-то, то, что мы видим, это, в общем, повторение эпизода за эпизодом, который похож друг на друга. Не достает Ибрагимов, а Кличко, вы знаете, нетрудно сказать, как раз тот самый случай выглядит, по крайней мере, это так. Султан пока не может, а Владимир пока не хочет. Не хочет обострения. Но для того, чтобы выиграть бой, нужно достать противника. Никто еще этого не добился. Опоздал Владимир. Ну, мне сдается, что Султан правильно делает, что он, наконец, решился на более активные действия. Время уже прошло слишком много. Ну, вот первое попадание Кличко слева. Жестко. Пока что Владимир в полной мере использует свое превосходство в росте. Пусть это выглядит не так эффектно, как хотелось бы, но, тем не менее, пока что нейтрализовать вот это вот превосходство в росте, в примеру, Султану не удается. Многие говорили, что вот раз такая разница, то и шансов нет. Ничего подобного. Что там далеко ходить? Давайте-ка вспомним Тайсона, который в лучшие свои времена разбирался с высокими противниками. Вы помните, как? Да и тот же Султан разобрался с исландцем Витекером, который выше Кличко у рост. Да, тут взаимная охота идет. И она, конечно, к неудовольствию публики затягивается. Очень трудно, конечно, Кличко достать Ибрагимова, потому что тут и ростом ниже, и сидит очень низко. В перестрелке джебами Султан явно, конечно, проигрывает. И у него вряд ли что получится, если он будет действовать вот так, как он действовал до сих пор. То есть слишком велика дистанция, с которой он должен достать Кличко. Он начинает очень издалека. И вот любой рывок вперед Владимир успевает пока что, успевает заметить. А вот Тайсон это делал совсем по-другому. Он просто за счет уклонов подходил на нужную ему дистанцию. Не бросался и издалека. Совершенно спокойно за счет раскачки, что называется, маятника. Уклон влево, вправо, нырок. Два шага он уже рядом. И тут, конечно, противник был в его власти. А Султан слишком издали начинает атаку, и поэтому, в общем, не получается у него. Да, тук-тук. Конец седьмого раунда. Как видите, ничего не произошло. В седьмом раунде тоже. Много прицеливались и мало делали. Что тот, что друг. Чуть-чуть пережимай. С безопасного расстояния Кличко достает ударом Султана. Но, в общем, неприятный, увесистый удар. Но попаданий в этом бою очень мало. Надо признать, что Кличко, конечно, от боя к бою лучше становится в движении на ногах. Он как-то более сбалансирован сейчас, чем прежде. Свободнее и мягче. Несмотря на то, что Эммануэль Стюарт говорил Кличко, что нужно делать. Имеется в виду, на отходе действовать. Султан очень часто после атаки Владимира бросается. Да нет, ничего там не было. Нормально всё. Так ему и не удаётся провести этот приём против Ибрагимова. Ну вот полетела справа. Султану нужно быть очень внимательным. В ближайшее время очень много решится в этом дивизионе. Посмотрим, чем закончится этот бой. Не надо забывать, что Олег Маскаев встречается с Сэмом Питером. 8 марта. Останутся ли наши ребята? Я имею в виду наши, когда говорю о тех, кто вышел из нашего общего дома, из Советского Союза. Останутся ли они гегемонами в этой весовой категории? Это вот интрига нынешнего сезона боксёрского в этом весе. Слишком явно было. Слишком явно. Атака справа Владимира. Султан ждал. Ушёл вниз. Удар просвистел мимо. Вопрос тут в другом. Ведь тактика, которую исповедует Кличко, в общем, была предсказана. Его задача задёргать, измотать, обессиливать противника с тем, чтобы потом нанести мощный удар справа. А Султан вот опаздывает. Пока не получается. Пока что девятый раунд идёт. В общем, как многие ожидали, бой с самого начала перешёл в техническую плёскость. Тактика известна. Вопрос в том, кто лучше сделает то, что задумано. Не знаю, о чём идёт речь в углу у Султана Ибрагима. Мне кажется, играть ему в игру, которую ему предложил Кличко, наверное, не стоит. Обратили внимание, что они действуют, в общем, одиночными ударами. Если для Кличко с его ростом и руками это естественно, то для Султана нет. На мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться, но ему нужно действовать серийно. Ему ведь главное сблокировать сильную руку у Владимира. Тогда можно провести быструю комбинацию. Пока что Кличко устраивает положение в ринге. И устраивает маленькое преимущество, которое он добыл, на мой взгляд. Вот, в очках. И он может спокойно как бы выцеливать. В общем, вы знаете, конечно, пусть это не выглядит так уж зрелищно, но... Но очень важно понять, что противник задумал. А Владимир, например, явно пытается поймать Султана на ошибке. На промахе, на позднем старке. Поймать момент, когда тот раскроется и так далее. Естественно, эта позиция очень выгодна. И Султану, чтобы поменять что-то в бою, нужно менять, во-первых, темп, во-вторых, действовать более многоударно. Атака Владимира Кличко. Несколько удачных попаданий было. Три раунда остается до конца боя. Есть еще время и тому, и другому что-то поменять. Пристрелялся Владимир, вроде слева достает. Надо признать, что редкий случай, конечно, я уже не говорю уникальность вообще самого события, когда, напоминая двое, считайте, наших ребят, встречаются на американском арене. Случай, что-то уже из области борьбы. Нехорошо. Не нужно. Не нужно так делать. Грязь не красит этот бой. Он очень важен. Очень важен, во-первых, для всех нас. А потом он очень важен еще и для развития самого бокса. Потому что, в принципе, промах и захват важен для бокса еще и потому, что в этой весовой категории, как мы с вами знаем, с одной стороны, как бы, затишье. Не очень так уж много ярких, интересных, многообещающих бойцов. И доминирование одного может даже, как ни странно, внести обострение. Что, в общем, будет приветствовать все любители бокса. Атака Ибрагимова. Не достал. Если Кличко будет к себе подпускать Султана, я думаю, это пойдет ему во вред. Потому что вот навязать борьбу такую силовую, слоевое противостояние, это способ утомить противника. Я думаю, что у Султана вот этот шанс он как-то не предусмотрел. Кто-то хлопает, кто-то гудит. Ну, скажи что-нибудь, Джефф Мейвазер. Потому что он очень, по-моему, сам растерян. Джефф сам был боксером. Выступал в легком весе. Все шло у него хорошо, пока он однажды не нарвался на нахального мальчишку, которого звали Оскар Делахоя. Ну, в общем, потом дела у него не очень хорошо пошли. Он достаточно рано повесил перчатки на гвоздь, как боксеры говорят. Стал тренером. Ну, в общем, ничем заметным не отличился на этом поприще. И вот сейчас я уже говорил о том, что для него выход в качестве тренера на такой бой, как мы с вами сейчас видим, это повышение статуса без всякого сомнения. Тренерского статуса. Первый раз за весь бой Султан проводит. Попадает. Нанес правой через руку перекрестный удар. В предпоследнем раунде вся та же ситуация в ринге. ничего не меняется. И когда вот так складываются дела, когда эпизод повторяется за эпизодом, здесь очень трудно любому из боксеров предложить что-то новое. выйти из этого ритма, из этого однобразия очень сложно. И тот, кто первый сможет это сделать, тот может и выиграть. Вадимир очень экономно действует, на мой взгляд. Даже чрезмерно. Чрезмерно. Кроме того, мы замечаем, что когда султан его сбивает вот с привычной ему стойки, очень трудно как бы восстановиться, вернуться. Здесь можно что-то сделать в этот момент. Вернуться в прежнее свое положение. как только он начинает действовать вот так, как он сейчас вот стоит, да, он действительно неуязвим. Но когда султану вот пару раз удавалось сбить Кличко с позиции, он мог там что-то в развитии сделать, но не успел. Противники начинают уставать. Ну не получится, не получится одним ударом достать, уже ясно. И тому, и другое. Да, на мой взгляд, султан проигрывает. Друзи его. Ну, что могут потребовать от боксера в углу? Ясное дело. Взвинтить темп, прижать, надавить. В общем, советуют по крайней мере сультанта так советуют. Ассистент советуют. Не джерф не обязан. В таком состоянии, как находятся сейчас оба бойца, нельзя сказать, что они уж так измотаны, устали. Вот. но в последнем раунде им самим беднее, как надо действовать. Уже подсказки тренеров мало чего значат. Если уже весь сбойничий удалось поменять, то, по крайней мере, тут все зависит от инициативы самого бойца. финальный раунд, темп средний, как и весь бой, за весь бой все это было и здесь сейчас уже просто нужно наносить больше ударов. И тому, и другому. Особенности сультан. хотя, возможно, эта подсказка и запоздала, но мне кажется, что очень экономно отработали бойцы. вот здесь очень хорошая черта у Ибрагима. Умение вцепиться. сейчас не удалось. Но даже в случае промаха он, в общем, не теряется. Он пытается продолжить. Последняя минута последнего раунда объединительного боя в супертяжелой весовой категории Кличко Ибрагимов. Конечно, не так развивался бой, как многие предсказывали и ожидали. Конечно, будут потом многие обсуждать и осуждать боксеров, тренеров. Я абсолютно уверен, что ни тот, ни другой недовольны своим исполнительским мастерством в этом бой. И все же осуждать бойцов нельзя, потому что слишком высока была ставка, слишком опасен был противник для каждого. отец 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 117 111 118 110 Владимир Кличко объединяет титулы чемпиона мира, но не все. Давайте не будем забывать о том, что Олег Маскает владеет титулом по версии WBC. И Руслан Чигаев от версии WBC. Так что у Кличко впереди еще много работы. На этом я хочу попрощаться с вами, друзья, пожелать вам всего доброго. До новых встреч.